Ярославский Шинник готовится к очередному матчу первенства ФНЛ. 10 мая подопечная Александра Побегалова на своем поле сыграют против Новосибирской Сибири. К сожалению, в воскресном матче черно-синим не сможет помочь Даниил Гриднев, хавбек, всклопотавший красную карточку в предыдущей игре с Тюменью. Кроме того, в лазарете Шинника по-прежнему остается защитник Абдель Ла-Манш, полузащитник Леонид Родионов, а также вратарь Дмитрий Яшин. Последний, напомню, в Тюмени получил сотрясение мозга, после чего несколько дней провел в местной больнице. Лишь накануне футболист вернулся в Ярославль. Вчера Дмитрия мы встретили радушно на базе, поговорили, посмотрели обследование, результаты обследования, поговорили с нашим врачом, поговорили с ним, отпустили домой посчитать детей, и он через неделю вернется, и мы примем решение, будет он. Есть смысл включать его в общий тренировочный процесс, когда останется две игры. Напомню, первая встреча Шинника из Сибири в нынешнем сезоне состоялась еще в октябре прошлого года. Матч в Новосибирске завершился победой хозяев поля со счетом 3-1. Кроме того, соперники встречались еще раз в феврале на групповом этапе розыгрыша Кубка ФНЛ в Турции. Тогда победу также праздновали новосибирцы 1-0, тем самым лишив ярославцев возможности борьбы за главный трофей турнира. В воскресенье черно-синие намерены взять реванш у обидчиков. У них очень хороший контроль мяча по первой игре, я это помню. Первый тайм хоть и прошел с нашим преимуществом, но во втором они получились так, что использовали.